2,42 пушка, это 2,28 гром. Обсудить новейшие виды оружия, вспомнить свои годы службы. В день ВДВ хороший повод, считает Олег Кузнецов, майор запаса. С 86-го года это его праздник. Закончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Последнее место службы – легендарная 45-я отдельная гвардейская бригада спецназа ВДВ. Более 8 лет работает в ветеранской организации. Задач много – патриотическое воспитание молодежи, поддержка ветеранов-десантников, а сегодня первостепенная – помощь фронту. Собираем материалы, гуманитарную помощь, сами ездим, развозим гуманитарную помощь туда. Ну и живем, конечно, это специальная военная операция. Все здесь, кто находится, ветераны, мы все к этому здесь причастны. Например, только в Кубинке 4 пункта сбора гуманитарной помощи. Плетут маскировочные сети, мобильные носилки, собирают все необходимое на фронт. Активное участие в помощи принимают жены, дети и матери военнослужащих. Работа ветеранской организации по сбору не прекращается уже более двух лет. Помогает и депутатский корпус. Олег Кузнецов отмечает, сейчас ребятам необходимы детекторы дронов. Депутатский корпус. Активно участвуем в сборе помощи ребятам, находящимся там. Помогаем семьям, участвуем в их жизни. ВДВ еще с советских времен славилась воинскими традициями. Вот и сегодня место встречи выбрано не случайно. В Кубинке, возле легендарной боевой машины десанта. Это настоящий символ войск. Десантники ласково называют ее копейкой. На вооружение встала в 1966 году, а в 1973 успешно десантировалась самолета на парашюте вместе с экипажем, в составе которого был сын Василия Маргелова Александр. Использование этой машины стало в свое время настоящим прорывом. Теперь одна из таких машин с бортовым номером 45 занимает почетное место на площади рядом с МиГ-23. Ведь именно в Кубинке расквартирована легендарная 45-я отдельная гвардейская бригада спецназа ВДВ. И очень многие сейчас продолжают выполнять боевые задачи на переднем крае, штурмуя очередной опорник противника. Давайте помнить наших боевых товарищей, чтите их память. Боевую историю ВДВ сейчас пишут те, кто выполняет воинский долг, принимая участие в специальной военной операции на Украине. Торжественный митинг – это возможность отдать дань уважения тем, кто именно сегодня, 2 августа, встречает свой праздник под боевым огнем. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».